добрый вечер всем рада вас видеть у нас сегодня третья и последняя сказка этого цикла и сегодня 7 мая наверно многих уже рабочий день и спасибо вам большое за хорошие отзывы и давайте мы с вами начнем сегодняшнее занятие разговора о том как вы поживаете как вы себя чувствуете как вам прошлая сказка и я заодно поотвечаю на всякие вопросы которые тут задавали значит арида вы пишете 10 минут назад регистрировалась на этот вебинар за час за полчаса но ссылка на него не приходила но вебинар уже прошел будет ли запись этого сегодня до написали у нас с вами прошло уже два вебинара сегодня третий и это написано в программе сказок записи тоже всем высланы они у вас находятся в билетах я очень благодарна тем кто ищет во всех папках не только в спаме но и в папках рассылки оповещения промо акции и реклама там еще как то да вот запись завтра тоже мы будем высылать пожалуйста ищите там мы обычно ничего не забываем выслать и все делаем вовремя так что здравствуйте здравствуйте 70 у нас участников и сегодня у нас с вами последняя заключительная сказка этого вечера а мы пока мы с вами а сейчас собираемся задать мне пожалуйста всякие административные может быть сейчас вопросы да кто может быть у меня первый раз кто не первый и до начала читать книгу а сегодня у нас как не речь идет о книге бегущая с волками вот и сегодня у нас не по ней и сказка добрый вечер добрый вечер вот да у кого и у кого были вопросы да скажите мне пожалуйста задайте их сейчас да у нас сами 10 минут на светскую болтовню как у вас погода конечно еще сильнее теперь хочу купить книгу еще раз повторюсь что речь идет о книге бегущая с волками да покупайте ее хотя в принципе там такой довольно иногда бывает специфический разбор но в общем и целом вот две сказки перед этим про василису прекрасную и про красные башмачки мы разбирали из нее да я тоже рада вас видеть курс лекции про маму стоит ли покупать тем кто был на группе да потому что это будет курс лекции не про маму до курс в этот курс лекции входит то что не поместилось в группу это будет лекции скорее про нас про наше поколение и про наши отношения москве жарко обещают еще жарче да уж знаю да мне дочка сказала хорошо существует ли какой-то самоучитель как самому расшифровывать сказки понимать их не очевидно скрытый смысл не знаю про самоучители я думаю что можно просто погуглить какую-нибудь сказка терапию или почитать того же юнга психологии бессознательного просто погуглить про 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 то что я я не знаю да нас конечно учили на специальных занятиях вот да привет из уфы и уфе тоже привет конечно да сказка терапия сама по себе я вот очень я последний раз этим занималась наверное когда училась может быть чуть-чуть я это делала в начале своей частной практике но истинная сказка терапия да в том числе один из инструментов сказка терапия это сказка где главным героем являетесь вы вот но у нас с вами так как у нас другой формат да я хочу этот инструмент себе снова вернуть я его очень люблю любила когда-то я честно говоря уже и забыла как с ним работать но тем не менее мы сейчас с вами просто примериваемся к этому примериваемся к этому просто здравствуйте здравствуйте сочи ага третья сказка уже треть а хорошо скажите пожалуйста вот давайте мы с вами сейчас 90 участников у нас уже это прекрасно поговорим о том а что вы вообще может быть я так знаете что улавливаю что вы удивлены тому да что такое сказка ну тут есть те кому в детстве сказки не рассказывали тут есть те кто детстве сказки любил но давно не читал я например ловлю себя на том что я очень соскучилась в частности по сказкам пушкина очень соскучилась и вот сам напев сказки сама напевность сказа это конечно на очень исцеляющий ритм это видит медитативный ритм трансовый ритм почти как молитва сказка живет по своим законам и конечно же очень много про сказку я знала когда я училась на филологическом это мое первое образование вот тоже много чего забыл но какие-то вещи с удовольствием помню и люблю у филологов бывает фольклорная практика после первого курса и я поехала в деревню где вырос мой папа где родился и вырос мой папа где я проводила все каникулы и в этой деревне у меня была родственница она сейчас уже умерла у которой была дочь знахарки значит была такая знахарка баба лена я ее молодой не помню она всегда была старенькой в моем сознании в моей памяти осталось а когда я выросла ее дочь уже была тоже старенькой тети гали вот мы поехали к ней с моим будущим мужем и записывали тексты заговоров всякие приметы всякие вот эти вот сказания ужасно интересно конечно это удивительное искусство это удивительная мелодика да своя собственная поэтому вот эту лоха я вот чувствую знаете у вас настроение как-то когда на сказку приходит немножко другое чем когда вы приходите просто заниматься психологическими всякими штуками сказка конечно делает нас снова детьми погружает нас в мир который одинаков для всех до одинаков для всех людей на свете и в этом есть сила коллективного коллективного бессознательного сказки очень ограничены по своим сюжетам в общем и целом и конечно же про сказки вот я так думаю что успех этого нашего с вами неожиданного эксперимента здрасте да это про то что через рассказ через рассказ через историю которая погружает нас в детское состояние то же самое значение да то же самую огрузку примерно имеют причин только причине как правило коротенькие и поучительные да сказки тоже поучительные но сказка сама по себе является такой красивый очень штучкой да со всякими завитушечками со всякими излишествами с повторами с припевами и так далее вот и поэтому конечно же сказка кроме всего прочего убаюкивает вот немного кто написал что в прошлый раз сказка была у нас страшная как бы темная на час позже чем сегодня все заснули а вот и соответственно всех убаюкала значит знаете когда я я если вы захотите мы будем этот проект продолжать может быть по одной сказке раз в два месяца вот и я думаю что наверное можно будет так вот прийти разгрузиться по той же схеме да как сейчас вот если захотите то я могу сделать я сама с удовольствием потому что это я скучаю по своей первой профессии я очень соскучилась по работе с языком по работе с текстом со сказом даст таким вот и я конечно удовольствием сделаю такой проект на стыке давайте давайте сделаем да потому что сказки будет раз в неделю вы знаете я тут на самом деле у меня в проекте освоить видео хорошие записать поэтому может быть они будут в какой-то момент я очень соскучилась по художественному тексту прям вообще потому что психологи это люди которые почти не читают я с тех пор как закончила учиться я так мало читала художественной литературы и сейчас я очень соскучилась конечно потому что у нас просто книги по профессии очень интересные и это большая с большой соблазн я как вы думаете как может быть моя нога конечно моя костяная конечно костяная какая может быть еще нога у женщины которая расскажет сказки клюка нос крючком да костяная нога ну что давайте-ка мы с вами значит усядемся уляжемся да про проект я услышала я его значит обкатаю думаю что летом прекрасно этот проект зайдет всем и значит сегодня у нас я хочу хотела бы вам сначала прочитать маленький кусочек лукоморья чуть-чуть с вами поговорить вот сегодня на сказка такая мне тоже можно спать также как вообще под мой голос еще наверное хорошая новость заключается в том что я собираюсь и веду переписку заключаю договор со студией звукозаписи и летом я если все будет хорошо запишу специальные упражнения потому что у меня за плечами все-таки есть эриксоновская такая сертификация да на первых ступенях и я могу целебно бормотать вот поэтому наговорю а и так значит сегодня мы с вами немножечко будем как в школе а я буду такая ученка да потому что папа яга это дама разносторонняя всесторонне одаренная и может быть в том числе как учительница младших классов а и так наш проект сами называется про лукоморья если кто давно не слышал и давно а и не помнит да как он звучит я хотела бы прочитать этот маленький кусочек у лукоморья дуб зеленый золотая цепь на дубе том и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом идет направо песнь заводит налево сказку говорит там чудеса там леший бродит русалка на ветвях сидит там на неведомых дорожках следы невиданных зверей избушка там на курьих ножках стоит без окон без дверей там лес и дол видений полны там о заре прихлынут волны на брег песчаный и пустой и тридцать витязей прекрасных чередой из вод выходит ясных и с ними дядька их морской там королевич мимоходом пленяет грозного царя там в облаках перед народом через леса через моря колдун несет богатыря в темнице там царевна тужит а бурые волки и верно служит там ступа с бабою игои идет бредет сама собой там царь кощей на златом чахнет там русский дух там русию пахнет и там я был и мед я пил у моря видел дуб зеленый под ним сидел и кот ученый свои мне сказки говорил скажите пожалуйста любите ли вы это стихотворение это из руслана людмилы это пушкин давно ли вы его слышали давно ли вы его слушали давно ли вы его читали ой везет везет ой извините пожалуйста товарищи психологи про себя надо говорить да все подряд как с измальства привыкли а я вот возвращаюсь сейчас потому что я дочь библиотекаря и книги конечно всегда со мной поняла что помню его наизусть конечно конечно это удивительно напев удивительный напев удивительный ритм и смотрите здесь вот это в таком небольшом отрывке до собрано все 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 что мы с вами знаем и любим и вот это вот история про то что конечно же мы с вами психика обрабатывает эти образы самого детства и образ самый главный наверное образ один из образов да это сказочное пространство сейчас тихонечку я закрою прикрою окно чтобы не не слышно это заставляет заставляет читать заставляет учить на самом деле конечно это изумительная красота изумительная красота и здесь описано самое главное да вот то что я могу сказать для нас с вами потому что то что мы сейчас с вами делаем да это мы ну адаптируем довольно сложный материал под какие-то сначала довольно простые вещи да какие-то сначала довольно простые вещи и поэтому если мы этот проект будем делать и если вы меня в нем поддержите я буду очень рада потому что это позволит мне рассказать вам например про то как устроена сказка да в какой-то момент то есть с точки зрения филолога потом с точки зрения допустим какой-то с точки зрения такого исцеляющего пути да то есть терапевтической точки зрения вот это вот история конечно она удивительно может быть очень красивой потому что мы здесь с вами через текст через ритм входим в огромное поле сказочного пространства и это как раз то что описывает пушкин лукоморье это как раз то что является сказочным пространством да в котором перемешано в котором действует да как на сцене как театре все герои сказок значит здесь есть и небо здесь есть и море здесь есть и берег здесь есть и лес и конечно же вот один из моих любимых вот наверное для меня как для человека так как для человека который живет в этом времени в этом пространстве в этом пространстве в том числе и языка русского да для меня например лес является одним из самых любимых образов и одним из самых любимых символических инструментов с которым я с удовольствием работала в свое время вот и хотела бы сейчас вернуться тоже к этому инструменту потому что конечно же товарищи психологи да говорят про лес как про территорию бессознательного как про территорию где водится и чудище и помощники и значит герой всегда идет через лес для того чтобы вернуться да и пройти назад или поселиться за лесом вот это вот можно рассматривать и с точки зрения текста и с точки зрения того как устроена наша психика того как устроен сюжет вот это вот как устроен сюжет в нашей голове сегодня я вам принесла одну из моих любимых сказок прямо одну из самых наверное красивых сказок а заодно я хотела бы познакомить вас с такой фигурой я сама про нее узнала только когда готовила эту сказку я про нее не помнила может мы ее и проходили но я этого не помню ее зовут Анна Николаевна Королькова это очень она уже умерла она очень очень старая бабушка с таким у нее есть группа ВКонтакте это можно погуглить и это сказительница прямо вот сказительница это как раз человек который рассказывает сказки моя прабабушка в детстве тоже рассказывала сказки мне на ушко когда она меня усыпляла я до сих пор помню ее голос ее ритм ее вот эту размеренность ее убаюкивающий такой шепот когда она мне на ушко что-то шептала например одна из самых страшных сказок была про про то как значит там девочку погубили да Аленушку там куда-то закопали и выросла на ее месте вырос камыш который который из которого ее братец сделал дудочку и дудочка играла я помню как мне было жутко да такая вот про это поэтому сказки обрабатывают да страшные сюжеты в том числе даже и жуткие сюжеты довольно безопасным да сказочным для ребенка способом поэтому конечно же детям можно и нужно рассказывать сказки и естественно в сказке ложь дом не намек добрым молодцем урок сказка учит тому что такое хорошо что такое плохо сказка учит тому что есть испытания и тому что испытания преодолеваются да я вот говорю сейчас про какие-то народные сказки я не очень хорошо понимаю в их обработках потому что я выросла вот на сборниках прям вот русских сказок я читала но в основном еще раз повторюсь мне их рассказывала бабушка и вот она Николая Королькова которую я сегодня ее текст принесла вот Афанасьев считается оказывается более таким как бы не знаю как это сказать да более простым более скучным может быть последователем я когда сравнивала тексты я поняла что это тексты Афанасьева они мне скорее менее знакомы очень много писателей обрабатывала сказочный материал да вот такой народный материал и соответственно то как рассказывает например Королькова это такая вот знаете старушка да очень правда старенькая и вконтакте есть ее записи я прям слушала ее голос и вот можете тоже слушать на ночь это прекрасно значит когда я думала о том как сделать нашу свою программу я подумала сначала вот о чем почему я выбрала первые сказки красные башмачки потому что один из синдромов которые подарила мне Москва это конечно синдром того что я что-то не успею я беспокоюсь я должна все время двигаться и это движение оно обеспечивается разными разными в том числе и ложными мотивами например да ощущение что если ты не будешь успешным то ты не будешь нужным или не будешь любимым или например нарциссическая такая подпитка которую очень сильно поддерживают социальные сети это видимый успех да и невидимые труды которые за ним стоят и которые не выглядят красиво и вот это вот неумение неспособность и испуг перед остановкой перед любой остановкой в любом смысле этого слова он заставил меня обратить внимание на сказку Красные Машмачки для того чтобы может быть кто-то из вас призадумался значит не является ли что-то в его жизни не продиктовано ли что-то в его жизни некоторой одержимостью некоторой одержимостью некоторым страхом я когда вот работаю например с истощением и с выгоранием очень часто обнаруживается что много много движения да нашей жизни придает тревога а не избыток энергии или мечты вот это вот тоже интересная очень вещь вторую сказку меня конечно же мне ужасно хотелось страшного я люблю страшное меня как-то спросили почему ты так любишь там фильмы ужасов или триллер или еще так что-то такое я могу сказать что в общем и целом те люди у которых профессия связана с обработкой таких тяжелых реальных смыслов например да психологи много работают с горем с реальным горем с какими-то реальными достаточно тяжелыми историями вот вот это напряжение да которые ты чувствуешь сидя перед экраном какого-нибудь блокбастер какой-нибудь фильм катастрофы или какого-нибудь фильма ужасов это напряжение оно избывается таким образом потому что здесь ты не должен ничего делать тебе одновременно страшно и одновременно безопасно и наверное многие из вас по своему детству знают как сладко да можно бояться будучи маленьким ребенком когда сказка начинает быть страшной а сказка начинает быть страшной когда герой входит в лес и в лесу его кто-то и что-то ждет неизведанное вот в этот момент мы все становимся маленькими детьми и конечно же да представить что мы с вами те самые герои которые входят в лес и с нами там что-то происходит и одновременно чувствовать что тебя кто-то обнимает кто-то взрослый да что тебе кто-то рассказывает добрым голосом эту сказку обычно это бабушки или родители это конечно одно из самых замечательных ощущениях ощущений детства вот это вот такое значит баяние я бы сказала такое детское слово сказки ужасно бывает приятно вот поэтому сказки конечно включает в себя в том числе и чудесное избавление они в этом плане не обманывают людей не обманывают своих слушателей потому что там всегда награда ждет героя здесь я бы хотела сказать что сегодня я принесла одну из самых своих любимых сказок про финиста ясного сокола я давно давно уже ее люблю эту сказку потому что она тоже про лес но она скорее про не значит не смертельную опасность в лесу не лес как цель куда надо прийти да и откуда нужно вернуться живьем как в предыдущей сказке Василиса Прекрасная а про лес который в котором само пространство является проводником куда-то а сама цель лежит за лесом вот соответственно очень-очень многие сказки они построены на этом сюжете да там царевна лягушка жар птица все-все-все про это когда герой проходит через лес что-то добывает и возвращается обратно почему я взяла эту сказку мне бы очень хотелось сегодня с вами с ее помощью поговорить о тех кризисах да которые нас ждут например вот один из моих любимых кризисов это кризис идентичности он настигает нас примерно к сорока годам связан он обычно как-то знаете кажется что он связан с профессией у меня как раз на мой тренинг который называется мын приходят люди в этом кризисе и кризис тоскливый тоскливый и выглядит очень знаете во-первых он наступает как-то неожиданно вроде все хорошо и к сорока годам ты ну не знаю там становишься специалистом худо-бедно да что-то делаешь что-то делаешь очень многое делаешь уже давно и вдруг вдруг да в какой-то момент ты вдруг понимаешь что ты хотел бы прожить еще одну жизнь и это жизнь которую ты хотел бы прожить ее нету в твоей жизни это как вот знаете это то ли сказочный лес который нужно пройти насквозь выйти там обнаружить свою другую жизнь да и ты не знаешь даже как войти в этот сказочный лес и есть ли он и есть ли туда входы и выберешься ли ты отсюда и вот люди которые проживают этот кризис то есть кризис имени да такой вот кризис когда тебе хочется чтоб тебя звали как-то по-другому когда тебе хочется прожить еще одну жизнь совсем другую этот кризис он как правило довольно нудный он длится долго он длится в среднем от полутора до трех лет он тоскливый потому что одна из самых главных его базовых таких эмоций да базовых переживаний это тоска и бессилие да когда ты не знаешь ты не можешь с этим как-то обращаться понимаете нам с вами нашему с вами поколению в наследство достались сценарии в которых в сорок лет никто ничего не менял да и в тридцать лет тоже никто ничего не менял уж не говоря о пятидесяти годах и вот когда я думала о том какую сказку выбрать я поняла что ну одна это во первых одна из моих любимых тем с которой я умею люблю работать я проживала этот кризис сама вот у меня по этим по этим мотивам сделан вебинар антистресс который называется карамельные дни потому что все что я хотела когда он наступил это не работать нигде ничего не делать и только вот ну лежать и смотреть на небо вот реально просто мне не хотелось больше ничего у меня не было сил он только покрывается еще такой депрессией да и выстилается изнутри депрессивным достаточно состоянием вот самое главное что соответственно идти через этот кризис да действительно это история про то что три пары железных сапог нужно истоптать три пары железных хлебов нужно сгрызть он долгий да он длинный вот мын это мой вебинар который я тоже я его соответственно придумала когда меня одолел вот именно этот кризис мне было тогда 39-40 лет вот могу сказать что когда допустим мы не работаем вот мы были домохозяйкой воспитывали детей да у нас идентичность идет через профессию и вот таких женщин там таких людей например этот кризис настигает с особенной силы и особенно тяжело переживается потому что идентичность в этом возрасте определяется через профессию когда тебя спросят ты кто ты хочешь ответить я там не знаю журналист я повар да я там доктор и так далее а вот теперь представьте себе да что вы не хотите больше на этот вопрос так отвечать вы не хотите сказать что я журналист я повар или доктор вы хотите сказать что я актер я космонавт и я там балерина понимаете и ты впадаешь в отчаяние потому что тебе кажется что ну это невозможно и вот как раз ну очень многие психологи с этим работают потому что самое главное когда ты в этом кризисе находишься не бросить да все хочется бросить все и стать другим вот у меня там под заголовок моего этого проекта он такой вот но тут очень важно не бросать все и соответственно проходить через этот кризис через кризис идентичности это все равно что идти через лес который полон не столько опасностей да сколько сколько он же без карты и без компаса давайте мы с вами послушаем эту сказку она сегодня у нас такая не сонная хотя я думаю что кто-нибудь из вас и задремлет совершенно спокойно да но я думаю что потом мы ее с вами поразбираем и так многие из вас уже сидят и лежат удобно я сейчас прочитаю сказку она достаточно длинная напевная и потом вас тихонечко разбужу и мы будем очень тихонько с этим работать да бережно жил да был один крестьянин умерла у него жена осталось три дочери умирая мать дочерям своим завещала старшие средние наряды до уборы еще раз обращаю ваше внимание что текст этой сказки взят у Анны Николаевны Корольковой да это не афанасьевская сказка не в его обработке о младшей марюшке доброе материнское слово найдешь ты доченька счастье свое с финистым ясным соколом стала младшая дочка марюшка хозяйство вести все то она умеет все то у нее ладится любил отец марюшку рад был что такая умная доработящая дочка растет собой то марюшка красавица писаная а сестры ее заведущие да жаднющие некрасивые зато модницы примодницы весь день сидят да белятся да румянятся да в обновке наряжаются платье им не платье сапожки не сапожки платок не платок собрался отец на базар спрашивает что вам дочке купить чем порадовать отвечают старшие и средние дочки купи нам бы полушубку да такому чтобы крыт был алым бархатом золотом расшит а марюшка сидит и молчит спрашивает ее отец а что тебе доченька купить купи мне батюшка перышко финистый ясно сокол приезжает отец привозит дочкам полушубки а перышко для марюшки не нашел едет отец другой раз на базар мол говорит дочке заказывайте подарки обрадовались старшие средние дочки купи нам сапожки с серебряными подковками а марюшка снова заказывает купи батюшка перышко финистый ясно сокол ходил отец по базару сапожки купил а перышко не нашел приехал без перышка ладно поехал старик в третий раз на базар старшие средние дочки говорят купить нам по платью ясно сокол ясно соколы искал 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 нигде не нашел есть у меня такое перышко говорит старичок да оно заветное заветное но для доброго человека куда ни шло отдам вынул старичок перышко и подает а оно самое обыкновенное едет христианин и думает что в этом перышке марюшка нашла хорошего привез отец подарки дочку старшие средние стали наряжаться да над марюшкой смеяться как была ты дурочкой так и осталась воткни свое перышко волосы да красуйся промолчала марюшка отошла в сторонку а когда все спать полегли бросила она перышко на пол и сказала любезный финист ясный сокол явись ко мне жданный мой жених и явился к ней молодец красоты неописуемой всю ночь они беседу вели в глаза друг другу глядели а утром молодец ударился опал и сделался соколом отварила ему марюшка окно и улетел сокол в синее небо три дня марюшка его привечала днем ясный сокол в поднебесье летает а к ночи прилетает к марюшке и делается добрым молодцем подглядели в щелку злые сестры и наговорили на марюшку отцу милые дочки отвечает им отец смотрите лучше за собой ладно думают сестры мы свое возьмем навтыкали в раму марюшки острых ножей а сами затаились и ждут вот прилетел ясный сокол бьется в окно а в горницу не может попасть всю грудь себе изранила а марюшка спит не слышит и сказал тогда сокол кому я нужен тот меня найдет но будет это нелегко тогда меня моя невеста найдешь когда три пары железных башмаков износишь три посоха железных изломаешь три железных колпака порвешь услыхала это марюшка вскочила с кровати а сокола уже нет только кровавый след на окне остался заплакала марюшке горькими слезами смыла слезками кровавый след пошла к отцу и говорит не брони меня батюшка отпусти в путь дорогу дальнюю искать моего жениха финиста ясно сокола жива буду свидимся жалко было отцу отпускать любимую дочку но делать нечего заказала марюшка три пары башмаков железных три посоха да три колпака и отправилась в путь дорогу дальнюю искать финиста ясно сокола шла она чистым полем шла темным лесом высокими горами птички веселыми песнями ей сердце радовали ручейки лицо белое умывали леса прохладую привечали и никто марюшку не тронул ни волки серые ни медведи ни лисицы все звери к ней сбегались дорогу ей указывали вот выходит марюшка на поляну видит стоит избушка на курьих ножках сама вокруг себя вертится страшно стало марюшке избушка избушка говорит она стань к лесу задом ко мне передом не в тебя влезть хлеба поесть вошла марюшка в избушку и видит сидит там баба яга костяная нога ноги из угла в угол руки на полке а нос к потолку прирос увидела баба яга марюшку заворчала фу-тьфу русским духом пахнет красная девушка ты дело пытаешь или от дела убегаешь ищу бабушка финистый ясно сокола о красавица долго тебе искать твой ясный сокол за три доведи миль в тридесятом царстве в плену у царь-девицы но я тебе помогу вот тебе серебряное блюдечко и золотое яичко когда придешь в тридесятое царство найми служанкой к царь-девице покончишь за день все дела бери блюдечко клади на него золотое яичко оно само будет кататься твоего милого тебе показывать станут у тебя его покупать не продавай проси сфинистый ясно сокола повидать поблагодарила марюшку бабу ягу и пошла только переступила порог слетели совы со всех сторон шум по лесу пошел потемнело вокруг страшно стала марюшке боится шаг шагнуть вдруг навстречу кот потерся спинкой о марюшкину ногу и замурлыкал не бойся марюшка иди вперед будет еще страшнее а ты иди не оглядывайся сказал и был таков идет марюшка дальше а шум еще сильнее темный лес еще темнее видит марюшка снова избушку на курьих ножках вокруг избушки тын на курях лошадиные черепа каждый череп огнем горит страшно стало марюшке она говорит избушка избушка встань к лесу задом ко мне передом мне в тебя влезть хлеба поесть повернулась избушка к лесу задом к марюшке передом пошла марюшка в избушку и видит сидит там баба яга костяная нога ноги из угла в угол губы на полке а нос к потолку прирос увидела баба яга марюшку заворчала тьфу-тьфу русским духом пахнет красная девушка дело пытаешь или от дела убегаешь ищу бабушка финиста ясно сокола а у моей сестры была была бабушка ладно красавица помогу и я тебе бери вот серебряные пяльцы золотую иголку иголка сама будет вышивать серебром и золотом по малиновому бархату будут покупать не продавай просись финиста ясно сокола повидать поблагодарила марюшка бабу ягу и пошла а в лесу стук гром свист огни между деревьями горят с места на место перебегают страшно стало марюшке глядь собака навстречу афав марюшка не бойся родная иди вперед будет еще страшней не оглядывайся сказала и была такова идет марюшка дальше а лес еще темнее косты за ноги цепляют за рукава хватают идет марюшка назад не оглядывается а впереди снова полянка на полянке избушка на курьих ножках вокруг тын на колях лошадины черепа каждый череп огнем горит страшно стало марюшке избушка избушка говорит она встань к лесу задом а ко мне передом хочу в тебя влезть хлеба поесть встала избушка к лесу задом к марюшке передом пошла марюшка в избушку и видит сидит там баба яга костяная нога ноги из угла в угол губы на полке а нос к потолку прирос сама черная а во рту один зуб торчит увидела марюшку заворчала тьфу тьфу русским духом пахнет красная девушка дело пытаешь аля дело убегаешь ищу я бабушка финистый ясный сокол а у сестер моих была была бабушка трудно красавица тебе будет финистый ясный сокол отыскать ну ладно делать нечего придется тебе помочь вот тебе серебряные донцы золотое веретенце бери в руки оно само будет прясть потянется нитка не простая а золотая спасибо тебе бабушка ладно спасибо потом скажешь а теперь слушай меня будут у тебя серебряные донцы покупать не продавай опросись финистый ясный сокол повидать поблагодарила марюшка бабу игу и пошла а лес зашумел загудел свистнился совы закружились гады из норпы вылезали да все на марюшку смотрят обомлела марюшка вдруг бежит навстречу серый волк садись на меня говорит крепче держись и не оглядывайся села марюшка на серого волка только ее и видели расстилаются перед ней степи широкие луга бархатные текут реки медовые в берегах кисельных горы в сахарные облака упираются а марюшка скачет и скачет вот перед марюшкой хрустальный терем крыльцо резное оконца узорчатые а в оконце царь-девица глядит ну говорит волк слезай марюшка иди нанимайся в служанке к царь-девице слезла марюшка взяла узелок поблагодарила волка и пошла к хрустальному дворцу поклонилась царь-девице и сказала не знаю как вас звать как величать не нужна ли вам будет служанка отвечает царь-девица давно я ищу служанку но такую которая могла бы и прясть и ткать и вышивать все это я могу делать тогда садись за работу стала марюшка служанкой день работает а наступит ночь и возьмет яичко и скажет катись золотое яичко по серебряному блюдечку покажи мне моего милого покатится яичко по серебряному блюдечку и предстанет перед марюшкой финист ясный сокол смотрит на него марюшка и слезами заливается подглядела царь-девица и говорит продай мне марюшка серебряное блюдечко и золотое яичко нет говорит марюшка они не продажные могу я тебе их так отдать если позволишь на финиста ясного сокола поглядеть ладно говорит царь-девица так и быть ведет марюшку в дальнюю горницу что всегда на замке была видит марюшка спит ее сердечный друг с сном непробудным смотрит на него марюшка не насмотрится целует в уста сахарные спит не просыпается сердечный друг не пробудила марюшка своего милого вот снова вечер настало сидит марюшка вышивает золотом и серебром по малиновому бархату а сама приговаривает вышивайся вышивайся узор для финиста ясного сокола чтобы было чем ему по утрам вытираться подглядела царь-девица и говорит продай марюшка мне серебряные пяльцы золотую иголочку я не продам говорит марюшка а так отдам разреши только на финиста ясного сокола поглядеть подумала подумала ладно говорит так и быть ведет марюшку в горницу к финисту ясный соколу где спит тот а сном не пробудно плачет убивается над ним марюшка финист ты мой ясный сокол встань пробудись спит финист ясный сокол крепким сном будила его марюшка не добудилась новый день настал закончила марюшка всю работу берет в руки серебряные донца золотой веретенце потянулась нитка не простая а золотая а царь девица подглядела и говорит продай да продай мне это не продается отвечает марюшка могу я тебе так отдать если позволишь с финистым ясным соколом хоть час побыть ладно говорит царь девица а сама думает все равно не раз будет ведет марюшку в горницу к финисту ясный соколу будила его марюшка звала финист ему ясный сокол встань пробудись на марюшку погляди к своему сердцу прижми не слышит он спит сном непробудном заплакала марюшка горькими слезами упала одна слезинка на щеку финисты ясный сокола огнем его обожгла очнулся финист ясный сокол долго же я говорит спал осмотрелся а с ним марюшка неужто это ты марюшка трое башмаков железных износила три посоха железных изломала три колпака железных поистрепала а меня нашла прижал ее груди и поцеловала летим отсюда скорее будь ты сезой голубкой а я соколом стала марюшка голубкой а он соколом вспорхнула марюшка расправила свои крылья сокол и были таковы летели они долго вот перед ними русское государство с радостью их люди встречают из пушек палят в трубы трубят в колокола звонят в барабаны бьют ну говорит финист ясный сокол вот мы и дома ударился о землю стал добрым молодцем а марюшка девицей стала ведет марюшка финиста ясный сокола к своей избе отец от радости не знает куда и посадить их свадьбу справили пир такой был что и теперь помнят вот вам сказка кто задремал или кто задумался потихонечку к нам возвращаетесь делайте вдох открываете глаза и давайте поговорим об этом как сейчас для вас выглядела эта сказка конечно же когда мы ее слышим в своем детстве или в своей юности она воспринимается нами буквально да как поиск жениха да как поиск близкого человека который которого легко потерять за которым нужно куда-то идти нужно что-то испытать а сейчас как про что это сейчас для вас хорошие но трудные а в чем трудность что услышали может быть в этой сказке сегодня зачем сказки таких женихов обещают каких в жизни не бывает ходишь через ними за ними через испытания а получаешь разочарование да вот сказки какие у нас нехорошие правда обманывают а в чем сказка не обманывает в чем сказка не обманывает да давайте мы с вами прежде всего поговорим вот о чем во первых да о том что конечно же сказки на разных этапах нашей жизни они поворачиваются к нам разными своими гранями и мы слышим разное в них юные девицы слышат про жениха да взрослые женщины слышат про что-то другое и так далее и тому подобное я бы сначала да обратила ваше внимание вот на что вот на что здесь история про то что как мы и в предыдущей сказке и в предыдущей сказке у нас есть материнское благословение у нас есть материнское благословение и давайте так как значит я когда стала смотреть разборы этой сказки я погрузилась на в пучину либо очень сложных прямо юнгианских дебрей, нам они сейчас совершенно ни к чему, да, либо в какие-то там филологические разборы и так далее, и я вам приготовила свои объяснения, да, вот свои расшифровки каких-то смыслов. Смотрите, какая интересная штука. Вот когда у нас в сказке, помните, как в прошлый раз, когда я говорила о том, что добрая мать должна умереть. С одной стороны, добрая мать должна умереть, потому что мать, которая гиперопекающая, которая слишком добрая, которая не позволяет вырасти, да, в прямом и в переносном смысле, она действительно должна в переносном смысле умереть внутри нас, да, и тем самым мы должны покинуть как бы зону комфорта. Но я хотела бы вас развернуть вот к самой теме материнского благословения, да, вот это вот благословение, оно про то, что ребёнок у такой матери начинает находиться как будто бы под защитой, потому что вместе с этим благословением, да, мать либо даёт напутствие, либо даёт какую-то помощь. В прошлой сказке она дала куколку, а в этой сказке она направила, да, Марьюшку искать что-то другое. Но я хотела бы вот обратить ваше внимание на то, что умирающая добрая мать, которая не оставляет своего ребёнка без напутствия, в том числе и сообщает своему ребёнку, да, что с ним всё в порядке, что он любим. И вот это вот базовое ощущение, вот это вот сообщение, которое получено в детстве теми детьми, которых любили безусловно, это вот базовое ощущение, что со мной всё в порядке, я хороший. И именно это ощущение поддерживает в разных-разных испытаниях взрослых людей. И здесь многие из нас горько заплачут, да, потому что у нас у многих нету такого, таких материнских слов, нету такого ощущения, которые, конечно же, за формирование этого ощущения ответственны родителям, вот. И у многих нас с вами оно не сформировано, но хорошая новость заключается в том, что вот это базовое ощущение, что я в порядке и я хороший, можно дать себе самому, да, это такая большая благодарная работа. Да, совершенно верно, её любовь остаётся жива. И вот, знаете, опыт быть любимым, опыт быть оберегаемым у нас с вами проходит через всю эту сказку. Потому что человек, да, у которого мать завещала, да, доброе материнское слово, условно говоря, такой человек, он формируется в некой системе ценностей, где в том числе людям можно доверять, а мир хороший, да, мир может быть опасным, но там есть не только опасности, но там есть и помощники. Что мы видим на сквозной сюжет этой сказки, вот это вот основное её, основное веретено, да, вот основной стержень, это путешествие Марьюшки через лес. И дальше, посмотрите, здесь, конечно же, тоже очень, знаете, какие-то вещи для меня очевидны из-за профдеформации, потому что с этим всё время работаешь, поэтому если что-то будет непонятно, вы меня спрашиваете, я какие-то вещи могу перескочить. Например, мне сейчас захотелось перескочить тот кусок, где мне хотелось сказать, понятно же, что такое, кто такие сёстры, да, понятно же, кто такие сёстры, но, наверное, непонятно, да, вот, значит, как мы можем рассмотреть сестёр, посмотрите, пожалуйста, да, во всех сказках есть то, что вредит, то, что останавливает, то есть даже очень любящие сёстры, в сказке «Аленький цветочек», переводит стрелки часов, чтобы их сестричка любимая подольше осталась с ними, тем самым они её губят, да, тем самым они ей вредят. И вот, значит, то, что рядом с нами, и то, что нас останавливает, то, что нас тормозит, вы знаете, на этом можно посмотреть, да, вот этих сестёр можно назначить на разные роли, например, на роли тех наших качеств, которые нас тормозят, потому что сёстрам что важно? Им, по-современному говоря, важны понты и, значит, жёсткий такой консюмеризм, да, то есть они, значит, у нас хотят полушубок и шёлковых платьев, вот, то есть такие нарциссичные девицы, значит, которые любят наряжаться и смотреться в зеркало и так далее и тому подобное. Вот, можно их определить как те части нашей личности, которые завистливые, которые гонятся за чем-то, да, за чем-то пустым, за чем-то, что не приносит радость нашему сердцу, но делает нас, например, красивыми или делает нас теми, кем можно восхищаться или кому завидовать и так далее. И вот здесь мы снова оборачиваемся к этому доброму материнскому слову, потому что она говорила про пёрышко. Да что такое жизнь в избе, да, в деревне? Когда ты выходишь просто на порог, идёшь по земле, ты то и дело видишь разного рода пёрышки, которые валяются, да, которые сбрасывают птицы, даже городские жители, между прочим, тоже могут иногда их видеть. Но вот здесь можно посмотреть, как обыкновенные, как мать направила Марьюшкина внимание на что-то незаметное, неказистое, обыденное, что других не привлекает. И это незаметное, неказистое, обыденное. Помните там у нас история про то, что вынул старик пёрышко и подаёт, а оно самое обыкновенное. И пёрышко-то у нас не на базаре продаётся, а у специального человека тоже очень простого, да, старенький старичок в какой-то коробочке лежит. И не продаётся, а просто так отдаётся, потому что попросили. Вот здесь вот этому пёрышку мы можем с вами приписать, конечно же, какое-то совершенно сакральное, символическое значение. Это то, что делает тебя счастливым, даже если оно выглядит не так, чтобы другие завидовали. Вы знаете, у меня в одной из работ, я уж не помню какой, в живых группах, значит, был вопрос, что вам сейчас дорого. Я там раздавала такие бусинки, просто обыкновенные. Человек убрал бусинку, сжимал в кулаке и говорил, я не хочу расставаться вот с такой своей привычкой, хотя все считают, что, ну, например, там, не знаю, пить чай с вареньем или, например, смотреть, там, не знаю, фигурное катание, или, например, я хочу там шить шляпы, да, хотя все надо мной смеются. Вот какие-то такие вот вещи, даже если они другим кажутся совершенно обыкновенными, но у вас от них радуется душа, эта история очень важна для вас. Вы знаете, вот я не ожидала, честно говоря, что сказки вызовут такой отклик, я думала, что мы просто с вами мило проведем время, как-то развлечемся, но, очевидно, соскучилась, да, душа наша по чему-то нехитрому, когда не нужно работать, ну, например, делать какие-то упражнения психологические, сейчас очень много учится, конечно, и народ психологически подкован, и это страшно радует, и это очень видно. Вот, но вот эта вот история, когда в сказке заключен смысл, обращающийся к детской части нашей души, он очень много разбудил. Мне письма многие пишут там, в личные сообщения, за что я вам бесконечно благодарна. И вот кто-то из вас, да, недавно мне написал, тоже в личку, что «зато моя душа свободна». Понимаете, вот мне кажется, что вот это вот… Посмотрите, пожалуйста, когда мы даже название сказки говорим, «Финист, ясный сокол», у нас сразу распахивается простор и небо. Эта сказка, конечно же, про волю, да, про свободу в том числе, про то, что вот так хочется, чтобы душа была свободна, любить то, что не принято любить, хотеть то, что, может быть, не принято хотеть, в твоём круге. Что такое быт крестьянской семьи, да, что такое ярмарка, что такое базар, на который едет отец? Это всегда обновки, это всегда пряники, это всегда радость. Это значит, что мы живём свою жизнь в порядке. У нас всё как у людей. И когда отец привозит полушобок, и когда отец привозит шёлковое платье, когда отец привозит пряники, да, эта история очень понятная. А здесь у нас есть, да, смотрите, у нас есть, перекликается с этой сказкой, сказка «Аленький цветочек», «Привези ты мне батюшка», «Аленький цветочек». То есть что-то, что сейчас меня порадует, да, но в общем и целом над этим можно смеяться. И сёстры это делают. Воткни ты пёрышко себе в волосы, да и красуйся, говорят они. Они не понимают и злятся. Я думаю, что у вас в жизни, у нас у всех в жизни, бывают такие моменты, когда наше прежнее окружение, то окружение, в котором мы выросли, иногда это наша родная семья, не понимают наших устремлений, не поддерживают нас, злятся на нас, потому что мы перестаём быть неудобными. Это перекликается также из запертой двери у Марьи Шепкиной горницы. А никто не знает, что происходит за этой дверью. Посмотрите, пожалуйста, как ругаются родители, да, ну, с советского такого разлива, когда ребёнок-подросток говорит, «Не входите в мою комнату без стука». Вот эта вот история, когда нам нужно знать, что ты делаешь, потому что ты наш, и мы хотим это знать, мы хотим это оценивать, может быть, мы хотим это осуждать. Да, мы хотим тоже такое же, может быть. Вот я думаю, что каждый из нас с этим сталкивался, когда наше окружение, мы изменились, а наше окружение не меняется. Посмотрите, пожалуйста, да, откликается ли, можно ли вот так расшифровать для вас, смысл вот этого куска сказки, когда отец привозит простенькое пёрышко, и Марьюшка запирается в горнице, да, и она умеет, умеет колдовать с этим пёрышком. Она знает, да, что это пёрышко непростое, что оно неспроста. И каждый из вас, наверное, имеет что-то в своей жизни аналогичное этому пёрышку, что-то, что делает его счастливым, что-то, что делает его вдохновлённым, да, что-то, что приносит вдохновение и радость, и что не кажется окружающим стоящей затеей. Вот такая здесь у нас может быть такой смысл. Да, дайте мне, пожалуйста, какую-то обратную связь про это, и мы пойдём дальше. Про это, простенькое, что-то простенькое, какое-то простенькое, серенькое, да, незаметное, небогатое пёрышко. Пёрышко финистый ясного сокола. Хорошо, да, вот эта вот история, когда носители, да, каких-то смыслов, это старые и невзрачные люди, бабушка какая-то, какой-то старичок с какой-то коробочкой, да. Про котов вы что-то пишете, они про коты, может быть, приходили, но я не видела, да. Вот эта история, наверное, про… Если обратить это в кризис идентичности, да, снова вот обратиться к этой теме, то мы с вами увидим, что очень часто здесь у нас появляется такая тоска по тому, что мы когда-то обронили, потому что когда-то у нас было, и мы это потеряли, да, мы это позабыли. Вот я когда как раз мы на виду, мы там делаем прям живой тренинг, когда идёт, мы делаем прям специальное упражнение про оброненное. Вот у нас и пёрышко. Пёрышко у нас обронил финист ясный сокол, а Марьюшка умела через это пёрышко его вызвать, его вызвать. Да, и дальше у нас по сюжету они три ночи проводят вместе. Они три ночи проводят вместе, а они разговаривают, не могут наговориться, не могут друг на друга насмотреться. Это бывает, когда мы сейчас вот с буквального уровня, да, с уровня влюблённой пары переходим на символический уровень, да, когда мы дотрагиваемся до чего-то, что может быть небольшое пёрышко, да, но при этом очень дорогое нашему сердцу. И это может быть... Смотрите, вот, например, я когда эту сказку обдумывала, я поняла, что, например, для меня это история про то, что звук поезда ночной для меня является таким пёрышком. Вот, понимаете, я выросла в деревне, которая стояла на железной дороге, и когда шёл поезд, это просто тот звук, под который можно было засыпать, грохотало так, что ничего не было слышно, любой разговор прерывался, любое действие прерывалось, и, в общем и целом, так как это Урал, это железные дороги, и вот звуки, запахи, да, вот этим пёрышком может быть всё, что угодно, то, что делает нас счастливыми. Это не то, что делает нас успешными, не то, что делает нас какими-то, да, кем-то, это делает нас просто счастливыми и позволяет дотрагиваться до чего-то только своего. И дальше у нас получается, что, конечно, история про то, что сёстры подсмотрели, позавидовали, да, и вот чему они позавидовали? Ну, в сказке, опять же, если мы на буквальный уровень перейдём, они позавидовали девичьему счастью, да, а если обратно на символический возвращаться уровень, то, конечно же, какие-то требования социализации, требования отвечать чьим-то запросам, требования отвечать чьим-то ожиданиям, могут прервать вот этот вот процесс разговора с собственной душой, близости к самим собой. Да, так же, так же я могу сказать, что, знаете, может быть, многим из вас тоже может это быть знакомо с двух сторон. Мы с вами, каждая, могли побывать и с той стороны, и с другой. Мы могли с вами побывать в той роли, в роли человека, который чем-то вдохновлён, увлечён, и которому совершенно наплевать, да, на то, что скажет окружающий. И вот в этой своей любви он настолько может быть красив и хорош, что ему можно позавидовать. И позавидовать обычно завидуют те, кто этого себе не позволяет, кто это себе запретил, кто запретил себе рисковать, кто запретил себе быть странным, кто запретил себе быть упертым, да, кто запретил себе быть в контакте с собой. Мне кажется, что если вот спускаться на, или там, или подниматься на символический уровень этих трёх ночей, проведённых с финистым ясным соколом, да, то это, конечно же, история про то, как, может быть, да, про то, как ты сам с собою в ладах, тебе самому с собой не скучно, тебе интересно, тебе захватывающе, понимаете? Вот эта вот история про то, что ты нашёл своё, это важно. Мы можем быть также в роли, да, того человека, который подсматривает через дверную щёлочку, через замочную скважину за тем, кто условно говоря наговориться не может с финистым, с ясным соколом. Мы можем завидовать таким людям, которые делают, что хотят, да, мы себе, например, не можем позволить. Мы можем завидовать тем людям, которые выглядят вдохновлёнными, которые выглядят радостными, которые выглядят счастливыми. Вот мне кажется, что здесь очень важно, да, понять, что мы можем быть и с той стороны, и с другой стороны. По каким-то причинам у нас это девается куда-то, пропадает? Это, опять же, тоже очень частый запрос на работу, наверное, всех психологов, да, когда душа таскует по чему-то утрачено. Причём кажется, посмотрите, кажется, что всю жизнь хочется поменять, чтобы туда вернуться. И Марьюшка, да, пускается в путь. Что она делает? Как она готовится? И что есть? В начале своего пути она берёт с собой три пары железных сапог, три пары железных колпаков и три железных хлеба. Да, вот эта вот история, конечно, про то, что это, этим самым, сказка предупреждает, что её скитания будут длиться долго. Долго. Нельзя забежать в лес и выбежать оттуда с добычей. Так можно делать только на войне. А в мирное время, да, когда сказка про кризис, когда сказка про то, что тебе придётся сходить за самим собой в этот лес. Для меня эта сказка, например, про это. Я сегодня именно это хотела вам показать. И в начале пути ты можешь ещё опираться на три железных посоха. Ты можешь быть в трёх парах железных сапог, поочерёдно, пока ты их не сносишь. Это то, что ты взял из дома. Но этот путь настолько большой и настолько длинный, и настолько тяжёлый и страшный, что рано или поздно у тебя не остаётся ничего знакомого и начинается незнакомое. Для тех из вас, кому знакома длительная работа, например, с психологом, мне она знакома как клиенту психолога, конечно же, да, это, конечно же, может быть такой метафорой. Это такой кризис, вообще любые кризисы, кризисы смыслов, и кризисы идентичности, и кризисы ценностей и целей. Это приглашение в большое-большое путешествие к самому себе, за самим собой, как за жар птицей, как за финистым ясным соколом. Когда ты идёшь и забираешь назад вот это вот ощущение вольности, ощущение того, что ты с кем-то, кто тебе близок, что ты где-то, где тебе нужно быть. Но для того, чтобы до этого ощущения дойти, нужно действительно три пары железных сапог истоптать, три железных посоха сточить, три железных хлеба и сгрызть, три пары железных колпаков сносить. Это история про то, что сделано, это всё было дома у Марьюшки и не хватило на всё путешествие. Мы не можем опираться на свой прежний опыт и не получать нового. Когда-то, когда-то в этом большом путешествии начнутся очень незнакомые и очень страшные места. Например, когда вы растёте, когда вы живёте свою жизнь, таким путешествием может стать встреча с бабами, ягами, с тремя сёстрами, про то, что кто-то помогает, и это проводники, про то, что страшное оборачивается тоже помощью, что нужно уметь говорить с избушкой на курьих ножках. И здесь вот у нас мы с вами погружаемся в такое большое царство смыслов. В такое большое царство смыслов. Вот история про то, что ты можешь обнаружить в самом себе что-то, что тебя разочарует. Например, что ты способен на подлость или что ты способен на предательство. или что ты сделал какую-то очень большую ошибку. Или какие-то вещи, которые ты не можешь взять с собой, они тебе нужны, но их больше нет. Это путь, который полон потерь, который весь обозначен одной большой потерей, одной большой тоской. вот эта вот история, конечно, про то, что мы с вами, мы с вами, да, в своем путешествии за самим собой, за своей потерянной душой, может быть, да, за чем-то оброненном, от чего, без чего нам нет счастья, мы можем натыкаться и на заросли, да, и на валежник, да, и на какие-то овраги. И вот здесь, посмотрите, да, у нас возникают темы проводников, проводников. История, вот я гляжу, да, вы про хлеб, про сапоги, про колпаки. Вы знаете, сказки темы хороши, что мы можем приписывать какие угодно актуальные смыслы всему, да, ну, наверное, конечно же, в железных сапогах ходить не только они, они же не только защищают, их еще и таскать за собой тяжело, как в веригах, да, здесь история не только про то, что это, знаете, что еще сюда можно, да, вот какой смысл подтянуть, что эта история не только про то, что это долго, потому что железо долго снашивается, у нас три пары железных сапог износилось, да, но это еще и про то, что ты взял с собой, ход тебя и защищает, но оно тяжелое, его же надо нести, да, ты в железных колпаках, да, ты с железным посохом, а железный хлеб-то грызть не сладко, железный хлеб-то грызть не сладко, да, не просто, нужно острые зубы иметь, чтобы железный хлеб сгрызть, и здесь мы с вами, да, для того, чтобы грызть железный хлеб, должны иметь, что, терпение, да, вот меня это перекликается сгрызть гранит науки, это правда, можно, можно, можно про терпение, паломничество, вообще, это тема, конечно же, скитания, да, это тема такой непрекаянной души, которая ищет своего, ищет своих, мы с вами в нашей жизни пока не находим своих, не успокаиваемся, очень тяжело в одиночестве, одиночество в разном возрасте переживается по-разному, понимаете, вот это вот, конечно, Анна, все, что взяла с собой Марьюшка, оно еще и неудобное, это еще же, значит, здесь, наверное, да, если вот дальше уходить в тему паломничества, здесь еще как эпитимья, то есть, ты не просто идешь, а с веригами, есть еще и тема такого самонаказания и самоистязания, потому что Марьюшка же не только, хоть она и не виновата, но она не проснулась вовремя, понимаете, не проснулась вовремя, да, значит, надо ли грызть его, можете бросить вместе сапогами, тогда наша героиня становится нетерпеливой, да, у нас же одно из больших ее доблестей, да, одна из больших ее доблестей это терпение, терпение не в смысле терпеливости, не в смысле, что она там терпит что-то плохое, да, а в том, что она готова жертвовать, помните, как мы говорили, по-моему, в красных башмачках, что для того, чтобы что-то получить, надо чем-то пожертвовать, и вот здесь мы говорим о том, что она и сильная, потому что все это нести тяжело, она и выносливая, да, потому что идет долго, идет незнакома, она и бесстрашная, потому что она все равно идет и ищет, и здесь вот это все железное, оно может говорить еще и о теме некого самонаказания, да, о теме нелегкости, о теме некой расплаты, некого искупления, что если ты проспишь, если мы вот обернемся сейчас назад в сказку и посмотрим на ту ночь, когда Марьюшка не проснулась, когда что-то, да, вот с финистым ясным соколом, с тем, что ей было дорого, происходило что-то плохое, а она утратила бдительность, это тоже очень бывает часто похоже на нашу жизнь, да, когда мы, например, позволяем себе какие-то мелкие предательства самого себя или тех, кого мы любим, да, вот вроде бы ничего страшного, но потихонечку закрывается, закрывается, закрывается что-то в душе, и вот уже мы что-то потеряли, что-то важное, что-то главное, что теперь приходится искать. вот вы знаете, социальные нормы нашей середины жизни, они очень часто диктуют для нас такой жесткий выбор, да, отказаться от чего-то ради чего-то, да, отказаться от чего-то ради чего-то, но ради чего-то может быть не нашего, не своего, и мы с вами, я просто хочу обратить ваше внимание, что мы с вами все являемся героями сказок, если бы у нас не было этого испытания, никаких сказок бы не было, это нормальная человеческая жизнь, да, которая состоит в том числе из ошибок и потерь, и вот у нас Марьюшка, которая путешествует по лесу, она встречается с тремя сестрами, которых она не боится, ей страшно, но она входит в избушку каждый раз, лес ее пугает, но она идет, вот эта вот история, а как не бояться, но делать, ну это, вы, наверное, уже понимаете, что каждая сказка, она говорит не о том, какой герой бесстрашный, да, а о том, какой он мужественный, это разные вещи, как он боится, но все равно он делает этот шаг, он шагает, и дальше, да, что мы еще видим с вами, мы видим с вами систему помощников, в некоторых сказах, в некоторых сказках, в этом сюжете, значит, есть помощники, проводники, это лесные звери, или какие-то лесные жители, вот, это, несомненно, серый волк, да, который здесь выполняет роль в том числе сказочного коня, вот, и у нас с вами Марьюшка, она здесь ничем не отличается от любого сказочного богатыря, от Ивана Царевича, от Ивана Дурака, да, который в мужской инициации проходит через лес и встречается с разными испытаниями, только мужским героям сказки приходится сражаться, а женским героям сказки приходится устанавливать отношения, да, то есть она должна правильно поздороваться, она должна поблагодарить, и посмотрите, да, здесь история про то, что ты не бойся, я тебе помогу, ты не бойся, я тебе пригожусь, посмотрите, пожалуйста, вот, очень часто в наших с вами скитаниях мы таких проводников принимаем за конечную цель, да, мы пытаемся выйти замуж то за котика, который нам встретился, то за серого волка, который нас должен куда-то донести, а так их отличить, не знаю, да, нету никаких особенных примет, обычно через сны девушки умеют понимать, что это не то, что нужно, отмахиваются от этого, но проводники, есть проводники, и у нас тут целая система, у нас есть три мойры, три бабы-яги, которые кое-что знают, они знают, куда идут девицы через их избушки, да, у нас есть система помогающих фигур, которые подхватывают нас, и если вы обернетесь на свою жизнь, вы можете заметить, да, как в самые, может быть, отчаянные моменты, у вас появляются какие-то помощники, вот, кто-то, кто-то случайный, кто-то вообще прохожий, вот, проходит, да, и скажет какое-нибудь слово вовремя, что-нибудь вовремя даст, контакт какой-нибудь даст, вот эта вот история про то, что часто в сказочном лесу, да, то, что встречается, нам помогает просто будучи рядом, когда мы чувствуем чьё-то живое присутствие, даже пускай это котик, да, или собака, или серый волк, вот, и у нас ещё есть волшебные предметы, это, ну, условное яблочко на условном, на условной тарелочке, да, которые, вот, если обобщить все гаджеты условные, которые даются здесь Марюшке, баб, это же, смотрите, да, у неё веретёнце золотое, по малиновому бархату, что такое малиновый бархат, если переводить, опять же, на язык символизма, это пурпур, да, это некая ткань королевская, и посмотрите, эти три бабы-яги, они предлагают расставаться с этим, потому что Марьюшка могла бы, соответственно, обойдя, значит, этих старух, да, забрать себе, значит, золотое яичко, золотое веретенце, золотые нити, золотые иголочки, вернуться, это, сёстры бы страшно ей завидовали, ещё бы, наверное, сильнее, чем финисту, но это не то, что ей нужно, вот здесь вот история про фальшивое вознаграждение и фальшивое искушение, знаете, вот я хочу вам вот что сказать, очень удивительной, есть, есть закономерность, да, вот этого сказочного сюжета, она может в нашей жизни проявляться очень интересно, когда мы нащупываем свою дорогу после долгих мытарств и наконец-то получаем вокруг себя помощников компас, да, и мы понимаем, куда идти, вот тут-то в наших руках вдруг обнаруживаются разного рода золотые веретенца, и нас начинают искушать, нам начинают говорить, сверни с дороги, да, пойди вот сюда, остановись здесь, вот может быть, кто-то из вас, да, если будет вот так искушаться, вспомнит эту сказку, потому что отличить истинное, то, что нужно нам, от того, что предлагается, от того, что всем завидуют, мы здесь снова, да, возвращаемся к простенькому перышку, значит, там у нас были алые полушубки, значит, на алом подкладе, а здесь у нас золотые веретенца, и на это на все, да, есть свои потребители, есть свои почитатели золотых веретенец, но нашей Марьюшке нужно совсем другое, и она идет вперед, да, рассматривая вот эти вот истории, только как некие, будущие возможности для выкупления, возможности посмотреть, прикоснуться к финисту ясному соку. Что скажете, да, может быть, у кого-то перекликается, у кого-то наверняка есть вот этот опыт, когда он брел, брел, наконец-то добрел, и тут его стали искушать, когда предложение сыпется, как из рога изобилия, причем это могут быть те предложения, о которых ты раньше даже не мечтал бы, а теперь они тебе не нужны, но все-таки манят. вот здесь очень важно, да, что не искушаться, и отличить искушение, соблазнение от истинной цели тоже бывает непросто, это нужно очень быть верным себе, слушать себя. И дальше у нас Марьюшка, значит, довольно удачно все это обменивает на возможность снова убедиться в том, что финист ясный сокол есть, он спит, он ее не слышит, но он есть, его можно потрогать, над ним можно заплакать, да, и можно оплакать, то, что он больше ее не слышит. Это как, знаете, потерянный и найденный талант, да, к которому ты возвращаешься через много лет, как брошенное в детстве рисование, которое вдруг там в твои 45, ты снова жаждешь взять в руки кисточку, вдохнуть запах красок, и вдруг понимаешь, что ты не можешь ничего нарисовать, да, не можешь ничего нарисовать больше. И вот здесь вот история про то, что она будет его слезой, принц будет спящую красавицу поцелуем, а Марьюшка, да, плачет, и горькая, живая слеза капает, да, финисту ясному соколу на щеку, и он просыпается. Он просыпается, да, как будто бы он был где-то не здесь, как же долго я спал, говорит он. И здесь мы можем говорить вот о том, что когда мы наконец-то начинаем жить свою собственную жизнь, когда мы находим себя, а помните, пожалуйста, что мы находим себя только пройдя через огромный лес, это всё делается очень нескоро, но это делает нас богатыми, делает нас такими мощными, могучими, одарёнными, потому что это опыт, да, это та самая жизнь, в которую мы живём, не прячься от неё. И только когда финист ясный сокол говорит, как же долго я спал, вот так чувствует себя человек, которому возвращается его собственная жизнь, он себя чувствует проснувшимся, он себя чувствует цельным, да. Вот здесь вот история про то, что здесь, Оль, ну, мне ни разу не встречались помощники, такого не бывает, вы можете не верить в то, что они вам помогают, да, или не опознавать помощников. И здесь я снова хочу обратить ваше внимание на путешествие Марьюшки через лес. Как вы думаете, очень важный вопрос, а что ей помогало, вот смотрите, там у нас в сказке лес шумит, всё страшнее и страшнее, ветер завывает, да, и вдруг появляется, значит, кот, да, или вдруг появляется собака. Как вы думаете, что помогало Марьюшке им довериться? Что помогало Марьюшке им довериться? Какое её качество, да, что в ней есть, что помогало довериться? Вот так. Вот так. Да, возможно, материнское благословение, например, да, вот эта вот история про то, что ты слышишь мурлыканье, да, сквозь вьюгу, сквозь бурю, сквозь шум ветра, и вдруг понимаешь, что рядом с тобой есть кот, условно говоря, да, кот, который тебе помогает. Вот эти вот проводники, да, когда ты им доверяешь, когда ты с ними идёшь, ей может и леший встретиться, да, во многих сказках леший водит, леший водит. Вот эта вот история про то, что, возможно, у Марьюшки были хорошие отношения со своими котиками и собаками, когда она жила в родительском доме. Вот, понимаете, когда мы встречаем что-то знакомое, да, когда мы встречаем кого-то, да, кто нам кого-то напоминает, кого-то доброго, да, вот здесь вот, наверное, это вот очень важно. Я сейчас, может быть, непонятную вещь сказала, и мы с вами помним, что большинства из нас нету этого материнского благословения, да, но тем не менее его можно дать самому себе, говоря о том, что, значит, я в порядке, да, я верю в то, что я хороший. Вот эта вот история про то, что бывает, ты веряешь, потому что больше ничего не остается все равно. Ну, тоже, это, скорее всего, да, тут много всяких факторов, в том числе и способность Марьюшки входить в неизвестную ей избушку. То есть она умеет рисковать. То есть она умеет рисковать. И с волком были славные отношения. Ну, волк ее вообще подвез даже, да, в этой сказке. Я думаю, что со зверями, наверное, может быть, у нее были славные отношения. А вы, Аня, как думаете сама? Дочь 13 лет пришла рассказать, что будет торговать оружием. Не знаю. Что это такое, да? Как довериться проводникам? Как проводников отличить от непроводников? И тоже сказка не дает готового ответа. Потому что, еще раз повторюсь, во многих сказках леший водит герой. Во многих сказках он приходит то к пещере дракона, то в царство Кощея Бессмертного. Да, ему все время грозит опасность. Вот. Когда я эту сказку читала, я подумала о том, что Марьюшка умела строить славные, ласковые отношения со многими. То есть она, это не про кротость как раз, да? Это, наверное, про... Она не плевала во все колодцы, условно говоря. Да, волка она доросла. Кот-собак. Ну, волк, да, я еще раз повторюсь, что волк здесь может быть аналогом сказочного коня, потому что именно волк, да, именно эта хищная часть, потому что кот и собака – это домашние животные, а волк – это дикая часть, это хищная часть, это агрессивный зверь, да, который докатывает, допрыгивает в то самое царство. Докатывает, допрыгивает в то самое царство. Поэтому здесь вот посмотрите, пожалуйста, знаете, когда... Я в свое время много работала с разводами, и я понимаю, что когда женщина садится на волка, она выезжает из депрессии, из черных самых ям. Это значит, что когда мы позволяем себе злиться, да, на то, что нас обижает, на то, что нас ранит, когда мы позволяем себе сторониться обидчиков, когда мы позволяем себе признаться самому себе в том, что мы испытываем гнев, вот когда, как начинает идти агрессия, да, как один из этапов потери, так сразу и в этот момент появляется энергия на то, чтобы жить дальше. Можно так, да, трактовать здесь. Значит, можно так трактовать всем. Есть соблазн быть из-за этого волка замуж. Вот в чем проблема. Доверять всем даже волку, смертельно опасное существо. Знаете, на какой-то одной из моих групп кто-то сказал, что безграничное доверие людям, да, и группа страшно насторожилась, потому что, ну, нужно совсем не иметь критики, не иметь критического мышления, не иметь взрослого мышления, чтобы безгранично доверять. Безгранично доверяют только маленькие дети, взрослые женщины, да, все-таки отличают. Еще раз повторюсь, девочки, значит, мы с вами рассматриваем эту сказку не как поиск жениха, не как поиск жениха. Эта история не про то, что надо найти мужчину, который будет с тобой разговаривать до утра и наглядеться на тебя не сможет, да. Это сказка скорее про то, что какие-то наши навыки, какие-то наши качества воспитываются только в путешествии. Какие-то вещи мы не сможем одолеть, если мы не будем рисковать. В каких-то вещах нам нужно быть осторожными. Помощников нужно уметь опознавать, да, и относиться к ним как к проводникам и к помощникам. Финистый ясный сокол нужно держать в голове. Иногда он выглядит как серое перышко. И когда я говорю «он», я не имею в виду мужчину, да, за которым нужно выйти замуж. Я скорее здесь имею в виду что-то любимое, что-то, что делает вас самими собой в полном смысле этого слова. Для меня эта сказка сегодня была про это. Для меня эта сказка сегодня была про это. Вот. Ну и, соответственно, дальше пробуждённый финист ясный сокол. Значит, они оба превращаются в птиц. И тот простор, да, который в этой сказке есть, тот простор, который заложен в самом названии этой сказки, он распахивается уже для них обоих. Они возвращаются в отчий дом и, соответственно, уже другими. Уже другими. Что скажете, да, что скажете, как... Вот это история про... История про то, что как это непросто. Понимаете, как это непросто, как это долго. Я хочу вас предостеречь. Мы с вами рассматриваем эту сказку, да, и слушаем её в 2019 году. Когда я училась... У меня где-то есть даже такая книжечка, где написано, что я сказкотерапевт, но я ничего практически оттуда не помню. Сейчас уже, да, никаких инструментариев. Это был 2002 год. Не было социальных сетей, интернет только-только вот появился, на всяком случае, в нашей семье. И то, с чем я сталкиваюсь сейчас, я бы хотела особенно отметить. Дело в том, что настоящее, оно не даётся быстро и не даётся легко. Понимаете? Вот эта вот история, что такое царь-девица, да, от чёрта его знает. Знаете, Надя, это может быть всё, что угодно тут в разных-разных, значит, сказках. Это и царица, и царевна, и царь-девица вот у корольковой, да. Ну, это какая-то командующая, наверное, какая-то дама, да. Где-то она какая-то бусурманская, иноземная, где-то ещё какая-то. Это что-то чужое, что-то не очень знакомое. Это что-то, может быть, грубое и в то же время жадное, да, которое, значит, ко финал этой сказки в большинстве версий про то, что, значит, финист-ясный сокол спрашивает, там, не знаю, у своих дружин, условно говоря, у своих бояр, на ком мне жениться, которая меня продавала или которая выкупала, да, и вот, значит, ту, значит, бросает, на этой женится. Но в этой сказке другой, да, финал, в этой сказке непонятно, значит, кто ей вообще финист-ясный сокол. Она его как-то держит в задней горнице, да, потому что царь-девица это во всяком случае. Мне кажется, что слово царь здесь основное. Она сидит, наверное, на троне, в светёлке, где-то. Лида, вы написали, всё равно остаюсь при мысли, что трудно найти себя, услышать своё призвание и добиться успеха в нём. Да, совершенно верно. Это трудно. Это трудно. Это трудно. Вот я как раз начинала говорить ту мысль, что с появлением социальных сетей вы видите, дорогие друзья, истории быстрого успеха, да, быстрого-быстрого успеха, да, который вам показывают. Вот у меня был разговор с каким-то дядькой, который хотел, чтобы я что-то рекламировала какую-то его квартиру, значит, в Москве, и говорил мне, значит, ну, вам же не трудно написать. Вот. Мне хотелось ему сказать, слушай, дядька, значит, мне написать, конечно, не трудно, да, но я делаю это 12 лет. То есть 12 лет, да, вот каждый день, как садик поливаю, я возделываю, да, вот то поле, в котором мне очень хорошо, в котором я чувствую себя счастливой, чувствую себя сама собой, в котором я много чего преодолела, чтобы делать только то, что я хочу, не делать, что я не хочу. Но это было через очень сложную работу. И вот эта вот история про то, что не просто трудно, но и долго. И здесь, Лида, я могу обратить ваше внимание, наверное, не только ваше, на ту мысль, что, конечно, от сказки, так же, как и от психологов, да, мы ждём волшебства, мы ждём того, что, может быть, есть короткий путь, может быть, есть путь не через лес. И ни одна сказка не имеет пути не через лес, потому что тогда не было бы сказки. Вот мне кажется, что вся вот эта история про три пары железных сапог, про лес, про три бабы-яги, про то, что как, да, важно продолжать идти, продолжать идти туда, куда ты хочешь, слышать себя, знать, от чего ты счастлив, искать себя так, как это непросто. Ни одна сказка, самая волшебная, разволшебная, да, не начинается. Жила-была, значит, Марьюшка, и всё у неё было хорошо. У нас всегда есть что-то, что было, что-то, что досталось непросто, что-то, что было потеряно, а потом приобретено. Поэтому истории быстрого успеха, знаете, я могу сказать, как человек, который работающий с изменениями, что быстрые изменения всегда непрочные, прочные, только медленные. Я хотела сказать про 2019, что в 2002 не было социальных сетей, и не было вот этих вот соблазнов, да, значит, выставить свою фоточку в Инстаграм и сделаться личным брендом. То есть, вот я училась сказкотерапия, когда не было такого, не было такого, и никто об этом не знал тогда ещё, и, соответственно, здесь у нас новые сказки, да, новые сюжеты могут образоваться. Это сюжеты про тщеславие, про золотые дворцы, как про миражи, скорее, да, истории Бабы Яги помогают, они же обычно норовят съесть героя. Баба Яга это ведунья, да, которая знает, это старая женщина, которая что-то знает. Она, конечно, норовит съесть героя, но во всех сказках герой отправляется к Бабе Яге за советом, и ей нужно понравиться. Ей нужно понравиться. Вот я про это сейчас про это хотела сказать, что сейчас, да, хочется, чтобы сказка выглядела так, что, значит, жила-была Марьюшка, значит, взяла себе Инстаграм, вот, и, значит, лайкнул её финист Ясный Сокол, они поженились и выложили фоточку. Вот такая была бы бездарная, значит, куция сказка. И про дядьку интересно, как вы оценили его предложение, почему отказались. А что именно интересно, почему отказалась? Не поняла, Ирина, ваш вопрос. Про дядьку с квартирой, в смысле, поверьте, пожалуйста, у меня вот такие предложения каждую неделю, они не стоят внимания, я просто хочу сказать, что, значит, дядька, он пытался со мной поменяться на рекламу и пытался, значит, как бы он думал, что то, что я ему предлагаю, это своё умение написать текст. Вот. Ирина, знаете, мне так не хочется сказку портить рассказом про рекламные предложения, которые ко мне поступают, можно, я не буду это делать, хорошо. Это совсем вот к этому не относится, честное слово. Я говорила не про дядьку же, я говорила, я говорила про то, что то, что да, то, что есть, оно возделывалось очень долго. То, что есть, оно возделывалось очень долго. Все успехи, которые, вот, знаете, условно говоря, мы говорим про то, что Марьюшка шла по лесу долго, не быстро, да, а вы так унываете от того, что это не быстро, но если вы не начнёте сейчас и будете ждать, когда это будет быстро, вы же можете не дождаться, это какая-то такая. Усилие всегда ли признак того, что ты настоящим занимаешься, не могу сказать, да, вот, например, мне тексты даются без усилий, правда, я пишу, вот как дышу, я не могу не писать, значит ли это, что это не настоящее, я думаю, что нет, я думаю, что нет, я думаю, что нет, вот, например, танцы, да, у меня столько усилий, но чёрт его знает, настоящее это или нет, хотя я их очень люблю. Здесь вот история про то, что долгий путь через лес, да, и я хотела бы обратить ваше внимание на то, что на этом пути кончается то, что вы взяли из дома, и нужны другие навыки, другие, другая обувь, другое оснащение, другие посохи, иногда мы, оглядываясь, да, даже не видим то, что скрылось уже из вида, не видим, нам не на что оглядываться, помните, кто-то из вас говорил, что вот эта вот история «иди не оглядывайся» всё время звучит, «иди не оглядывайся», а иногда идёшь, а может не туда идёшь, Лида, мне кажется, вы грустите от того, что вы живёте не идеально, правда? Нету идеального, нету такого, я бы сказала, что нету такого, как в сказке, а смотрите, и в сказке ведь тоже, в хорошей, настоящей сказке, которая сделана по всем сказочным канонам, тоже такого нету, тоже такого нету, у нас же нету такого, что у нас Марьюшка прошла через лес и сразу увидела финиста ясного сокола, и пришлось преодолеть страх, заходить в какие-то дебри, заходить в какие-то части, как быть, если не знаешь, кто твой финист ясный сокол. Я думаю, что обратиться к психологу, да, на индивидуальную консультацию можно обратиться и понять, ну, я бы не стала придавать этой фигуре, не стала бы её обозначать словом, кто, я бы сказала, что это скорее, что. А если пошёл, шёл, шёл, а радости нет, вознаграждения нет, вознаграждения нет, как же это горько, правда? Вот эта вот история про то, что даже в сказке, да, вас не утешают тем, что будет всё гладкое, а это, конечно, история про то, что вы можете по этому поводу попечалиться. Вы можете по этому поводу попечалиться. Когда от исходного вещества не остаётся ничего знакомого. Тоже хорошая, красивая, да, история. Я имела в виду, к чему идти. Не знаю, обратитесь, пожалуйста, знаете, вот мне кажется, что у нас же с вами про сказку, да, история, и вот это вот взять своё в сказке, взять своё в чужом, взять своё в другом, взять своё в невзнакомом, взять своё в неподходящем. Это тоже хорошая задача. Это тоже хорошая задача. Вот это вот сетывание, что ваша сказка не сбывается, и что же делать? А если вот я всё делаю, как в сказке, а финиста ясного сокола так и нет? Может, это не ваша сказка? Да, может быть, стоит подумать о том, какая сказка была бы вашей, и нету никого на всём белом свете, кто знал бы это лучше, чем вы. Наверное, вот это то, что я вам хотела бы сказать. Финист, ясный сокол, сейчас, в этом году, когда я читаю эту сказку, для меня это близкие отношения с собственной душой, способность поговорить с собой по-честному, способность себя слышать очень хорошо, которая тоже тренируется десятилетиями. Вот здесь история про то, что можно обращаться к проводникам, можно искать этих проводников. я, конечно, радуюсь за то, чтобы все шли к психологам, потому что экономится лет 6 на этом пути сказочного леса, психологи, это, конечно, проводники, но расстраиваться, что твоя сказка, она какая-то несказочная, это история скорее про то, что как жалко, что на моем пути лес, это и есть тот самый ваш лес, это и есть тот самый ваш лес, ощущение, что ты где-то не там, что тебе страшно, что тебе бессмысленно, что ты не знаешь, что пройдешь ли ты его насквозь и будет ли там то, что тебе нужно. Ведь, соответственно, посмотрите, у нас Марьюшка, зайдя в лес, она спрашивала, она же не к финисту ясному соку ушла, она шла его искать и только спрашивая, в том числе и у страшных старух, да, она получала свои ответы. Вот здесь, мне кажется, очень важно про это подумать, очень важно про это подумать и путь вот к этой близости, с самой собой, потому что вслед за юнгом, который говорил, что сновидение это тот язык, которым наша душа с нами разговаривает, я могу повторить, что сказка это тот язык, которым наша жизнь с нами может разговаривать. Поэтому ваши ощущения, что вы не там, где нужно, что нет радости, прям можно сказать, что так много было у Марьюшки радости в этом лесу, просто завались. Не было же радости, было страшно, было непонятно, было незнакомо, не было поддержки, да, и вот это вот мужество, по которому она все равно шла, с которым она все равно шла вперед, с которым она задавала вопрос, а как мне пройти, а как мне пройти, а что мне делать, да, ищите, ищите свою, своих трех сестер, значит, семейство Бабы-Яги, ищите проводников, и это ваш лес, я думаю, что это ваш лес. Поэтому и этот лес, он, например, у меня был особенно густым, когда мне было 35, он был очень страшным, когда мне было 40, например. Вот, поэтому мне кажется, что без леса то и не обойтись. Любите лес, потом будете вспоминать, как вы в нем были, когда уже выйдете на простор, даже будете скучать. Хорошо, на этом мы с вами прощаемся, мы сегодня с вами 2 часа просидели, очень важные вещи говорили, да, если вам хочется еще сказок, то давайте я буду это делать потихонечку, может быть, раз в месяц будем, и будем какую-нибудь сказку разбирать по той же системе. Вот, не буду говорить, какую я приготовлю, но я думаю, что буду рада вас видеть. Спасибо вам большое. Очень все непросто, но жизнь, жить, жизнь интересно. Всего вам доброго, хорошего вам остатков вечера, значит, про сказки услышала, обязательно сделаем, я тоже очень-очень рада, потому что это меня возвращает в мою первую профессию, в книге, по которой я страшно соскучилась, в другой формат работы, и в этот сказочный ритм, интересного вам леса, всего доброго, завтра мы вам вышли запись, и с кем-то из вас мы прощаемся, увидимся через неделю на большом курсе лекций, из трех лекций, приходите, пожалуйста, которые про наше поколение, про наше поколение. Спасибо вам большое, и всего доброго, до свидания.